В сегодняшнем Евангелии такие слова. Какой выкуп даст человек за душу свою? О каком выкупе идет речь? Кому выкуп надо дать? Речь идет о человеке, который жил в древнем мире, где в каждом большом населенном пункте был невольничий рынок и людей продавали. В России тоже так было без рынка, но вот в бессмертной повести Гоголя про Чичикова «Мертвые души» там тоже речь идет, ну хоть и не о покупке людей, а о покупке документов уже умерших, но не оформленных. Такой вот он Чичиков был жулик. По дешевке скупал и говорили, сколько у тебя душ крестьян? У кого 200, у кого 450. И имение ценилось по количеству деревень, которое приписано. И эти крестьяне крепостные, они твои. Речь идет именно об этом. Вот ты попал в рабство. И ты хочешь на свободу? Или хочешь там египетские пирамиды строить на жаре? Вот. И один раз вечером поесть? Или римских колизеей, чтобы там гладиаторы дрались? Не хочешь. Вот какой ты душу, за свою душу дашь выкуп? Здесь то же самое. Господь объясняет, потому что наша душа по замыслу Отца Небесного, она должна к нему вернуться. Как душа Адама. Сначала пребывала не одну тысячу лет в аду, а потом вернулась. Здесь тоже он это задает, как это именуется у филологов, риторический вопрос. То есть вопрос задается не для того, чтобы на него получить ответ. Потому что если на одну чашу весов положить земной шар, совсем ее брахлом, а на другую сторону душу человека, одну, то душа пересилит. Все пересилит. Почему? Ну, потому что вот те самые египетские пирамиды, они тоже разрушаются. Медленно, потихонечку, строили рабы добротно, потому что их кнутом подгоняли, а душа вечная. Однажды созданный человек, он живет всегда. И вот Господь хочет, чтобы каждая душа была при нем. Потому что он отец, и он хочет, чтобы его детки были с ним. Ну, детки упираются. Папа плохой, хочу это, это не хочу, туда не пойду, пойдем гулять и так далее. То есть человеческая душа находится в рабстве, а за нее нужен выкуп. Выкуп. Это просто образное выражение. Выкуп за нее заплатил сам Господь своей кровью. Да, да, конечно. Он выкупил нас. Да. А тогда от человека что требуется, если уже выкуп дан? Выкуп дан, и появился у души новый хозяин. Это спаситель. И надо за ним идти, куда бы он ни пошел. И не кричать, да, я сперва похороню отца своего там. Это надо все оставить. То есть Господь должен теперь уже смотреть только... Он хозяин, он тебя выкупил, своей кровью. Дорогой ценой каждый крещеный искуплю. Тогда зачем ты крестился? Если ты по-прежнему хочешь только себе, своим детям и так далее. Это совсем не христианство. Это относится. Когда выкру believer по богатству... Если тыaurais fatto, скажите, что... Продолжение следует...